Официальные партнеры программы «Новости дня». Торговая группа «Абсолют». Компания «Линия неба». Компания «Оптик СССР». На ТВ-коме «Новости дня». О том, что произошло в нашем городе сегодня, расскажу вам я, Мария Латышева и корреспондента ТВ-кома. И вот, что ждет вас в выпуске. У нее все лицо в крови. Она выбегает и орет. Но она стонет просто от боли. Взрыв в кафе. Причины и последствия через несколько минут. Вы понимаете, что это опасно? Ну, понимаем, да. Общепит, работающий на газе, ждут проверки. Какие нарушения уже сегодня нашла наша съемочная группа, смотрите далее. Общая сумма незаконно перемещаемых денежных средств в долларовом эквиваленте составила более 44 тысяч долларов. Не прошел таможенный контроль. Россиянина, следовавшего из Монголии, с большими деньгами остановили в Бурятии. Смотреть за трассой. Самое основное – держать трассу, чтобы не паниковать. Лучшее время на трассе. В честь Дня автомобилиста в Улан-Удэ прошли соревнования по картингу. Начнем выпуск с пожара в кафе на улице Ленина. Рано утром в минувшую субботу в заведении прогремел взрыв. В этот момент там находилось 12 человек. Предварительная причина ЧП, а также подробности состояния пострадавших – в репортаже моей коллеги Юлии Пермяковой. Господи, здесь был взрыв. Все люди орут. Я не знаю, что произошло. Я вообще без понятия. Взрыв в кафе «Влад» произошел около 8.30 утра. Это как раз за полчаса до открытия. Поэтому, к счастью, посетителей не было, но пострадал персонал. Сейчас на месте ведутся следственные действия. В само заведение никого не пускают. Вот здесь висит оградительная лента, но следы взрыва видны налицо. Взрывной волной выбило двери и окна. В радиусе 50 метров лежат осколки. 50-литровый газовый баллон взорвался на кухне «Этно-кафе». По словам очевидцев, двое сотрудников выбежали через центральный вход, остальные спасались через служебный. И просто такой мощный взрыв, мощный хлопок. И я вижу, выбегают две девушки. У одной порвана футболка вплоть до лифчика. У нее все лицо в крови. Она выбегает и орет. Но она стонет просто от боли. Там был какой-то парень. И я говорю, посмотри, может, кто-то еще там остался. И он только туда начал подходить, сумку свою оставил. Он говорит, там еще один газовый баллон. И мы все отошли. Был пожар там уже. Возгорение. Получается, возгоралось наверху потолок. С мужчиной забежали внутрь. Сбросил рюкзак, забежал внутрь. Начали искать. Смотрим, горит баллон. Сразу развернулись, вышли. Все. И потом подошли пожарные. После пожарных полиция МЧС подъехала. И потом только скорая. Всего пострадали 12 человек. Семеро отделались амбулаторным лечением. Пять пациентов находятся в больнице. Двое из которых до сих пор в реанимации. Эта молодая девушка, 23 лет, она получила ожог дыхательных путей и 40-процентный ожог тела. И 17-летний юноша официант, который, кстати, работал официально с разрешением родителей. По словам спасателей, причина – элементарное нарушение правил техники безопасности. Ведь запах газа сотрудники почувствовали сразу же, как пришли с утра на рабочее место. Тем не менее, не проветрили помещение, специалистов вызывать не стали, а начали сами устранять утечку. После неудачной попытки, как предполагают спасатели, скорее всего, сорвалась резьба, что привело к еще большей разгерметизации баллона. По нашему мнению, пока предварительно, кто-то из опущенного персонала включил плитку электрическую, либо включил световый включатель. Это обыкновенная лампочка. Там небольшая искра, то есть можно даже просто вы идете и об камень, шоркнет у вас камень об камень и искра. Там не надо обязательно включать что-то. Это концентрация газа. Это он очень опасный. Вы же когда газовую плиту зажигаете, там же искра вылетает и она вспыхивает. То есть, соответственно, здесь концентрация газа превысила в воздухе и получился хлопок. Как правило, в заведениях, где используется газовое оборудование, сотрудники должны иметь удостоверение о допуске и, соответственно, проходить инструктаж. Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение требований охраны труда. Так что в ближайшее время собственника кафе вызовут на допрос. Юлия Пермякова, Мария Кравцова, Андрей Дармаев. Новости дня. Двое пострадавших уже вторые сутки находятся в реанимации. А напомню, у одной женщины ожог тела составил 40%. Еще две сотрудницы этнокафе получили ожоги 35%. А юноша, который находится в ДРКБ, 15% тела. По словам министра здравоохранения, скорее всего, двум пациентам все-таки понадобится пересадка кожи. Женщина 23 лет в реанимации больницы скорой медицинской помощи. Юноша 17 лет в реанимации ДРКБ. На сегодняшний день он в сознании, он кушает. Понятно, по степени поражения болевые синдромы еще остается. Мы лечим. Две женщины, они находятся в отделении гнойной хирургии с ожогами. И одна женщина находится в отделении травматологии с травмами. Пострадавших лечат совместно со специалистами Московского ожогового центра имени Вишневского. Уже вторые сутки врачи из института хирургии консультируют медиков БСМП по сеансу телемедицины. Не исключено, в случае, если понадобится пересадка, врачи используют искусственную кожу, разработанную бурятскими учеными. После взрыва все общепиты с газовым оборудованием в городе ждут внеплановые проверки. Речь о 500 закусочных, кафе и столовых. Сегодня вне безопасности некоторых уже убеждалась наша съемочная группа. Какие явные нарушения заметили, смотрите далее. В Улан-Удэ около 500 кафе пользуются газовым оборудованием. Но соблюдают правила безопасности далеко не всем. А в некоторых этого даже не скрывают. Газ используете при готовке? Да, использую. А можете рассказать, показать, в каких условиях у вас хранится? Ну, я вижу, что у вас стоит газовый баллон, открытый черным пакетом. Вы знаете, что от открытого огня он должен находиться не менее пяти метров? Ну, вот смотрите, у нас помещение нажимали, как бы, где он на улице. Ну, вы понимаете, что это опасно? Ну, понимаем, да. В большинстве проверенных нами заведений не оказалось соответствующих документов на газовые баллоны. Сотрудники общепитов утверждают, что все документы у начальства. Многие показывать баллоны отказались. Остается только надеяться, что правила хранения огнеопасного предмета они соблюдают. А расскажите, как он вообще у вас хранится? Где, как? Он хранится на кухне, он огорожен. Чем огорожен? Он огорожен. Там такое расстроение, сделано, как не знает, на столе. Ну, ящичек, да, специальный? Да, ящичек. А он какой? Из какого материала? Металлический. Также баллоны должны быть прочно закреплены и защищены от попадения на них солнечных лучей. А перед работой каждый раз нужно проверять целостность баллонов, шлангов и, конечно, смотреть, нет ли утечки газа. Если в некоторых общепитах нам удалось поговорить с персоналом, то в одном из кафе услышать внятного ответа так и не получилось. Расскажите, как используете газовые баллоны? Как они у вас находятся? Где находятся? Они находятся в полутора метра от плитки. Как положены? Не надо меня сливать. Идите отсюда. Из всех проверенных нами кафе и столовых показали газовые баллоны только в одном заведении. И они, как и полагается, находятся вне помещения в специальной закрытой коробке. Помимо этого, на баллонах есть и специальная маркировка. Мы сначала открываем на узле. Там это все-свои включател есть. Там ключами закрываем. Все. Ну, а вы не проверяете там, чтобы ничего не отходило, чтобы газом не пахло? Не закрываем, когда выходим. И открываем. Ну, чтобы трубки не отходили, не проверяются? Да, да, проверяются. Мы обратили внимание и на закрытые кафе. Связано ли это с грядущими внеплановыми проверками – неясно. Голова Бурятии и мэр Улан-Удэ поручили надзорным органам проверить все заведения, где используют газовое оборудование. Валерия Крадуева, Данил Дурхисанов. Новости дня. Массовое убийство в Забайкальском крае. В минувшую пятницу солдат-срочник расстрелял 10 своих сослуживцев. В результате стрельбы погибло 8 человек. Во время смены караула Рамиль Шамсуддинов первым выстрелил в капитана. Убил выстрелом в упор. В этот момент остальные легли на пол, однако солдат открыл огонь и по ним. Среди погибших – контрактники, срочники и два офицера. В Министерстве обороны заявили, что действия военнослужащего не связаны со службой, а произошли на почве личных проблем. Тем не менее, в деле всплывают новые подробности. Бывший служащий военчасти, где произошло ЧП, рассказал, что один из убитых славился тем, что жестоко издевался над рядовыми. Также не исключается версия, что в военной части Шамсуддинова могли преследовать по национальному признаку. Следственный комитет расследует версию о дедовщине, однако официально ее пока не подтверждают. Спасатели напоминают о тонком льде. В Баргузинском районе уже погиб мужчина. Предварительная причина трагедии – невнимательность и несоблюдение элементарных правил безопасности. Человек в местности Белые воды, это река Ина, провалился под лед. Случай этот произошел исключительно благодаря тому, что человек не соблюдал простейшие меры безопасности. То есть на данный момент сейчас лед, покрытие рек у нас лед появился только в северных районах на реках. Толщина льда составляет порядка от одного, максимум до трех сантиметров. Отмечу, что с начала года зарегистрировано 52 происшествия на воде, в которых погибли 45 человек. Восемь из них – дети. И очередная жертва пожара. Тело мужчины в собственной кровати пожарной обнаружили в селе Гурульба Иволгинского района. О том, что стало причиной возгорания и о последней сводке самых заметных происшествий за выходные, расскажем в горячей линии Тевикома. Спасти не удалось. В селе Гурульба Иволгинского района на пожаре погиб мужчина. Страшную находку в доме обнаружили выехавшие на вызов пожарные. На момент прибытия первого подразделения дом горел изнутри. В ходе ликвидации пожарными было обнаружено тело мужчины. Предположительной причиной пожара послужило неосторожное вращение с огнем при курении. Далее. На улице Горького, что напротив школы номер 9, обнаружили предмет, похожий на дымовую гранату или противопехотную мину. Детей оперативно эвакуировали. Находкой занялись спецслужбы. Во время обхода по территории рабочий по обслуживанию напротив школы обнаружил. На недостроенной стройке, где там мусор лежит. На куче мусора. Сейчас все службы работают, дети эвакуированы. Как выяснилось позже, поводов для паники не было. Тревога оказалась ложной. Находка не более чем муляж учебной мины, сообщили в МВД по Бурятии. К другим событиям. Бурвот выезд Сотникова. Скорая помощь. Коровка. Микрорайон Бурвот в пересечении с федеральной трассой. В тройном ДТП с участием скорой пострадало 8 человек. Водитель автомобиля ВАЗ-2107, следуя по улице Кабанская, со стороны улицы Дорожной, с левым поворотом в направлении поселка Тулунжа, в районе дома 54А, улица Кабанская, совершает столкновение со специализированным автомобилем скорой медицинской помощи. После столкновения автомобиль скорой медицинской помощи совершает столкновение с автомашиной Тойота Королла. Пострадавшие госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое и средне-тяжелое. Среди них один ребенок. Сейчас пять человек находятся на амбулаторном лечении. Еще одна авария у Железнодорожного колледжа. Очередное ДТП с участием трамвая. В результате пострадал 10-летний пассажир Тойоты. Водитель автомобиля поторопилась и не предоставила преимущества движения трамвая. В автомобиле пострадал ребенок. Автомобиль получил множество повреждений и наехал на стоящей стороне автомобиль. Вагон имеет вес 20 тонн и остановить сразу его не предоставляется возможным. И просьба к водителям города. Будьте внимательны на дорогах. И помните, что в большинстве случаев трамвай имеет преимущество на перекрестках. И снова столкновение. Сегодня ранним утром водитель Жигулей уснул за рулем и зацепил сразу три автомобиля. Мужчина двигался в направлении поселка Солдатский со стороны города. Пострадавших нет. В следующем ДТП также никто не пострадал. Истана перевернулась на спиртзаводской трассе, чем затруднило движение. Водитель, рассказывает ГИБДД, был трезв. Водитель 1978 года рождения, управляя автомашиной Истана, следуя со стороны города Лунунде в направлении Трабагатайского района по спиртзаводскому тракту, в районе 16 часов предварительно не справился с рулем управлением, совершил опрокидывание транспортного средства. В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. Проблемы возникли и в Фрибайкальском районе Бурятии. На перевале Пыхта в минувшее воскресенье ввели ограничение движения. Оно было связано с обильным выпадением осадков и гололедом. В связи с выпадением осадков в виде снега и мокрого снега на перевале Пыхта в примитивных мерах для большегрузных автомобилей, автобусов, а также автомобилей, которые не оборудованы зимней резиной, введено ограничение движения. Была привлечена автомобильная техника для расчистки и поддержания дороги в проезжем состоянии. Ограничение действовало до 8 часов утра и уже снято. В подобных случаях организовано СМС-оповещение населения. Далее. Крупную сумму изъяли бурятские таможенники у пассажира поезда. На станции Наушки россиянина задержали с незадекларированными деньгами. Деньги были спрятаны в багаже ручной клади пассажира. Общая сумма незаконно перемещаемых денежных средств в долларовом эквиваленте составила более 44 тысяч долларов. В отношении гражданина России в бурятской таможне возбуждено уголовное дело за контрабанду денежных средств в особо крупном размере. Напомним, декларировать необходимо любую сумму, превышающую 10 тысяч долларов. Мария Кравцова, Евгений Павлов, Андрей Дармаев. Новости дня. Накануне в России отмечали День автомобилиста, а сегодня, по всей видимости, в нашем городе время Дня Жестянщика. Как выяснилось утром, к первому снегу многие автомобилисты, как обычно, оказались не готовы. Оставалось надеяться только на помощь коммунальных служб. Работало 16 единиц пескоразбрасывателя и 5 тракторов-щеток. Работы начались с 11.30 утра вчерашнего дня. Возобновились сегодня с 4 утра, ну и по сегодняшний час до сих пор работают. Вообще машины работают до 20.00, но в случае необходимости будут задерживаться. Для горожан есть возможность оставить заявку. Необходимо звонить в диспетчерскую службу по номерам телефонов, указанным на экране. 44 46 77. Здесь служба работает круглосуточно. И в рабочие часы 44 58 97. И от дорожной проблемы к мусорной. Детей не исключат из квитанции на оплату за вывоз мусора. Об этом сообщили в компании Экоальянс. Сейчас начисление идет даже за младенцев согласно количеству прописанных. Депутаты различных уровней уже не раз поднимали этот вопрос. Они призывали вычеркнуть маленьких жителей республики из списков. Однако рекоператор ждет изменений в соответствующем федеральном законе. И даже в этом случае сократить расходы на вывоз ТБО населению будет не так-то просто. Эта льгота будет реализована адресно через органы социальной поддержки. Не будет такого, что региональный оператор не начисляет семьям, имеющим детей. Что касается юридических лиц, то рекоператор сосредоточился на крупных торговых комплексах. У клонистов ждет разбирательство в суде. К примеру, это торговый центр «Пионер», который на сегодняшний день не имеет договора с региональным оператором. Соответственно, утилизация твердокоммунальных отходов производится в таком неизвестном порядке. Где этот мусор, как он утилизируется, кем. Цена вопроса около 120 тысяч рублей в месяц. И если суд встанет на сторону рекоператора, к задолженности добавится еще и сумма штрафа. Прямо сейчас небольшая реклама. И вот что вас ждет во второй части выпуска. Работы становятся более качественными, более смешными, такими интересными, интрибующими. Потому что суть конкурса в том, чтобы показать искрометность бурятского юмора. Кто самый смешной? В республике подвели итоги конкурса юмористических рассказов на бурятском языке. Смотреть за трассой. Самое основное – держать трассу, чтобы не паниковать. Лучшее время на трассе. В честь Дня автомобилиста в Улан-Удэ прошли соревнования по картингу. Абсолютно безопасные. Стоит меньше гипсокартона. Оперативные в установке, надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки. Линия неба. 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня линия неба. Каждые пять секунд слепнет один взрослый человек. Каждую минуту один ребенок. 80% случаев нарушения зрения можно предотвратить. А вы проверили зрение? Проверьте зрение сейчас. Бесплатно. Весь октябрь. Ваша оптика СССР. Новости дня на ТВ-коме. В студии Марии Латышева. Мы продолжаем. От памятников к музеям горожан ждет насыщенный культурными событиями ноябрь. 3-го числа в Улан-Удэ пройдет Ночь искусств. Это событие охватит несколько музеев и библиотек нашего города. В Национальной библиотеке пройдет музыкально-поэтический квартирник. Там же можно будет научиться рисовать и участвовать в литературном батле. На других площадках будут учиться делать оригами, работать с глиной и петь в караоке. Вот что еще ждет участников акции. Представления от театра кукол Ульгер, выступления известных артистов театра оперы и балета, игры, квесты, своя игра с гением сантехником Чимитом Дармаевым, мастер-класс по рисованию, изготовление аромы сашей и много интересного за весь вечер. 15 и 16 ноября в оперном театре состоится премьера балета «Сон в летнюю ночь». Смесь классики с современными танцами обещает стать интересным зрелищем. В спектакле соединяется также, кроме танца, балета и хореографии, мы используем оперное пение и шекспировский текст. То есть у нас читает прямо актер на сцене текст Шекспира. А 18 ноября в рамках гастролей на сцене оперного стартуют спектакли артистов приморской сцены Мариинского театра. Гонками на картинг-арене встретили День автомобилиста в нашем городе. У Волануды прошли очередные соревнования по картингу, которые организовала станция юных техников при поддержке ДОСААФ России. Кто на трассе оказался всех быстрее и какую проблему озвучили местные картингисты, выясняла наша съемочная группа. Сначала правила дорожного движения, а потом разбор двигателя. Ребята, которые садятся за карт, не понаслышке знают, как работает подвеска, трансмиссия и силовая. Мне нравится скорость. Бывает, что нужно работать слаженно в команде, помогать друг другу. Мне нравится просто ездить, разбирать двигатель. Чем тебе нравится карта? Ну, там можно прикольно гонять. Так. И все только гонять? Да. После учебы – экипировка и трасса. Руки не дрожат, держа руль никогда. Самое главное качество человека, который ездит в такой гоночной машине, каким должно быть? Смотреть за трассой. Самое основное – держать трассу, чтобы не паниковать. И на секунду не отвлекаться? Нет, не отвлекаться. Внимание, все должно быть на трассе. И газ пол. Да. Нормально заеду. Готов заеду. Готов. Отмашка флагом и 10 минут заезда. Гонщики из Бурятии каждый год занимают призовые места на чемпионатах Сибирского федерального округа. Нам очень необходим строительство своего республиканского картродрома. Ситуация состоит в том, что на сегодняшний день только в Запайкальском крае, в городе Чита, имеется картродром, который способен проводить такие соревнования, как чемпионат Сибирского федерального округа и другие региональные российские и федеральные соревнования. Переговоры с властями уже прошли. Они обещают помочь с землей для будущего картодрома. Богородский остров вообще замечательное место, где можно там разорвнять площадку и сделать для проведения таких мероприятий. И вообще мечта ребятишек стать чемпионом от республики Бурятия мира по картингу. А сегодня чемпионкой в своем заезде стала Ульяна Холостова. Она показала лучшее время за круг. Я не умела, допустим, разбирать двигатель, а сейчас я его за несколько минут могу собрать. И это достаточно легко мне дается. В командном первенстве первое место у картинг-арены. Далее лучшее время у станции юных техников. Ребят на заездах оттуда было больше всего. На картинг-арене всегда работает система скидок. Погонять на трассе можно по адресу улица Барсуева, 56Б, телефон 370-960. Мария Латышева, Андрей Дармаев, Новости дня. Искрометность местного юмора оценили в Бурятии. Накануне подвели итоги конкурса юмористических рассказов на бурятском языке. Кто стал победителем и сколько работ в этом году представили на конкурс, расскажет мой коллега Батарламбаев. Участие в конкурсе приняли около полусотни авторов. Ринчин Санданов победил в номинации Ябурн Зуга. Бурятские анекдоты. У нас в деревне Волжития жил сосед, его звали Гармазади. Он работал в поселке Заза, там среди русских работал. Его называли Вадимом. Почему? Потому что бурятское имя сложно же, сами понимаете, для русских. Гармазади его называли. Как, как? Карманзади? Вот это вот такой случай действительно был. Вот это я. Такие моменты я написал. Всего на конкурс было подано 86 работ. Организаторы говорят, что уровень рассказов, которые были представлены, высокий. Работа становится более качественной, более смешной, интересной, интригующей. Потому что суть конкурса в том, чтобы показать искрометность бурятского юмора. Я думаю, что это очень удалось. Тем более, как сказать, интерес к бурятскому языку во многом определяется тем, насколько наш умен и мудр и остроумен наш народ. Поэтому конкурс является подтверждением, что бурятский язык людей любит. Не только любит, но углубляет его. В этом году организаторы из школы Амар-Мунде помимо первых трех победителей денежными призами наградили авторов, занявших четвертое и пятое места. Что же касается рассказов, то они будут напечатаны в газете «Бурятунен». Батар Ламбаев, Андрей Дармаев. Новости дня. И еще об одних итогах конкурса, который озвучили теплоэнергетики. Детские рисунки дарят тепло, а ТГК-14 дарит подарки за рисунки. В конкурсе компании участвовали свыше ста школьников и детсадовцев. Кто отразил лучше всех тему и кто забрал самые впечатляющие призы, смотрите далее. Рисунки на тему теплоэнергетики впечатлили жюри фантазией. Даже дети понимают, создавать тепло в домах – непростой труд, и за него надо платить. Из 80 работ выбрали троих победителей. Девочкам подарили гироскутер, велосипед и крутой самокат. Спасибо большое, что сделали такой конкурс рисунков именно для детей. И такие хорошие подарки я не ожидала. Я очень хотела поучаствовать в этом конкурсе. Очень долго рисовала и старалась. Спасибо вам. Тепло и город хорошо, долг и холод плохо. Когда тепло, тогда всем хорошо. Всему миру становится всегда теплее и лучше. Конкурс рисунка ТГК-14 проводят ежегодно. Участвуя, дети не только проявляют таланты, но и учатся относиться к теплу бережно. Конечно же, хотелось бы поблагодарить своих добросовестных плательщиков за своевременную оплату за тепло и горячую воду. Конечно же, родители, которые с детства прививают детей к ответственности жизни. Все участники получили сертификаты на приобретение канцелярии. И на будущий год теплоэнергетики ждут новые творческие идеи от ребят. Мария Кравцова, Жаргал Цариндашиев. Новости дня. Один из популярных салонов оптики нашего города продлевает полезную акцию. Где зрение можно проверить абсолютно бесплатно и подобрать правильные очки, расскажем далее. По статистике Всемирной организации здравоохранения, за последние годы количество людей с проблемами зрения значительно возросло. Если не принять меры, то в ближайшие 10 лет нарушения зрения будут более чем у 70% населения России. Проверить зрение от и до, причем бесплатно. Нужную акцию в нашем городе продлевает известный и полюбившийся всем салон «Оптика СССР». Желающих проверить свои глаза было столько, что руководство компании решило дать возможность пройти эту процедуру специалистов всем желающим. Сегодня врач тщательно осматривает всех, кто пришел в салон и помогает подобрать нужные очки, если необходимо. В «Оптике СССР» очень удобно, что можно бесплатно проверить зрение, подобрать очки, поскольку зрение садится. Как всегда, «Оптика СССР» радует обилием оправ. Новые поступления всегда непременно с приятными акциями и скидками. «Оптика СССР» напоминает о том, что зрение следует проверять регулярно. Взрослым – один раз, детям – два раза в год. Сохраните здоровье глаз на всю жизнь. Проверьте свое зрение бесплатно прямо сейчас во всех салонах «Оптика СССР». В 22.10 на ваших экранах художественный фильм об известном инженере в сфере кибернетики. Мужчина занят необычным проектом для факультета робототехники своего университета. Он создает робота-ребенка. Увенчается ли работа ученого успехом, узнаете в фильме «Ева. Искусственный разум». Таким был этот выпуск, а я напомню его главные темы. Взрыв в кафе – хронология событий. Двум пострадавшим от газа потребуется пересадка кожи. Кафе и столовые в Улан-Удэ ждут проверки. Наша съемочная группа нашла нарушение уже сегодня. Самого быстрого гонщика назвали в Улан-Удэ. В городе прошел чемпионат по картингу. Я напоминаю, что с нашими новостями вы всегда можете ознакомиться на сайте, в инстаграме телеканала и в мобильном приложении «Пирс.ТВ». Я, Мария Латышева, на этом с вами прощаюсь. И, как всегда, желаю вам только хороших новостей. Абсолютно безопасные. Стоит меньше гипсокартона. Оперативные в установке надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки «Линия неба». 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня линия неба. Каждые 5 секунд слепнет один взрослый человек. Каждую минуту один ребенок. 80% случаев нарушения зрения можно предотвратить. А вы проверили зрение? Проверьте зрение сейчас. Бесплатно. Весь октябрь. Ваша оптика СССР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»